Здравствуйте! В эфире программа Репортер. После нашей сегодняшней истории жизнь наших родителей, да и всего взрослого поколения, уже не будет прежней. Мне есть чем вас удивить. Устраивайтесь поудобней. Мы начинаем. Самарские школьники могут почувствовать себя настоящими звездами. Совсем скоро вместо посещения уроков физкультуры они смогут выходить на ковровую дорожку. Правда, не привычную красную, а зеленую. Господам учащимся предложили не на тебе перспективу, гольфу решили научить. Репортер вспомнил свои школьные годы и пустил скупую слезу. О том, как быть в тренде и суметь заинтересовать молодежь. История сегодня. Эти стены за свою историю чего только не видели. С виду обычная школа и обычные дети. Вот только урок непростой. Мечи и скакалки ученики здесь больше не чествуют. Они в гольф играют. Тех, кого раньше в спортзал не затащить было, теперь от него не оттащишь. Местную секцию мини-гольфа школьники заполонили еще до того, как в нее набор объявили. Сарафанное радио сработало. Один увидел, второй рассказал, третий попробовал. Так и случилась любовь с первого взгляда. Когда я спускался вниз, просто в буфет зайти, я увидела, что там заходит женщина с клюшкой. Ну и как бы позвал всех и пришел в спортзал. У меня друзья пришли и сказали, что пойдем со мной на гольф. Ну я и пошла, и начала заниматься, и мне стало весело, мне нравится. Кто-то считает, что это не спорт, так и ерунда, но на самом деле не так. Это тоже такой же спор, но он серьезнее даже. Тут нужна меткость, спокойность иметь и дыхание выравнивать. Тоже такой же спорт. Ивану до последнего звонка на уроках еще сидеть и сидеть, но в родной школе его уже точно не забудут. Пока другие от физкультуры отлынивали, он успел и в сборной области по мини-гольфу войти и ее чемпионом стать. Вообще вот детям очень полезен этот спорт именно. Он у них воспитывает стратегическое мышление. То есть во время игры ребенок должен каждое свое действие просчитать на нескольких шагов вперед. То есть ну практически как в шахматах. То есть полезно и для физического развития, и для умственного. Вот если тебе дать 10 попыток, грубо говоря, из 10 попыток в лунку сколько раз ты попадешь? Я не знаю. Ну примерно может. Я не знаю, если честно говоря. Можно дальше 10. По просьбе репортера Иван берется за инструмент и выходит на поле. Перед парнем уже привычная для него задача принять правильную стойку, выверить удар и закатить мяч точно в цель. Пара минут и он снова звезда спортзала. 9 из 10. В яблочко. Мы ждем, когда построят наконец поле для гольфа в нашем городе, чтобы дети могли полноценно тренироваться. И все шансы у нас есть вот из этих вот детей вырастить олимпийских чемпионов. Пока больших площадок для тренировок детей в области нет. Стойкие удары они после занятий в родных пенатах оттачивают. А скорые и вовсе с клюшками даже на уроки ходить будут. Министерство образования России уже порекомендовало директорам школ вести мини-гольф в учебную программу в качестве третьего урока физкультуры в неделю. Мы в данный момент и вообще все наше развитие мини-гольф проходит как секция. Но со следующего года мы будем его вводить в третий час физической культуры. В этом году планировали это сделать. На эксперименты пойдут и власти региона. В области уже работают два поля для мини-гольфа. Не исключено, что после запуска необычных уроков физкультуры понадобится еще одно. Так или иначе, тех, кто сможет без гантелей бега называть себя ценителем спорта, в области точно станет больше. Повезло, как говорится. Быть может, после такого опыта у нас и олимпийских чемпионов прибавится. Если так, о них мы непременно расскажем. На этом я спешу удалиться. Пока.